За 10 секунд я назову все плюсы регистрации ИП и ООО в Т-банке. Считайте. Возврат комиссии продавцам на маркетплейсах. Переводы физлицам без комиссии до 15 миллионов рублей. Безлимитные межбанковские переводы. Месяц интернет-эквайринга без комиссии. Бесплатная онлайн-бухгалтерия. И... не успел. Но вы можете узнать больше на сайте, а еще получить 6 месяцев бесплатного обслуживания счета. Я вас ждала, наверное, ну, во-первых, всю жизнь. Я понял, Сашенька. Вас называют отцом или королем русского трукрайма. Тихо-тихо. Сначала объясните мне, что это такое. Более 600 выпусков. Ужас. Я вообще сериальщик. Долгожитель сериальщик. Серийный вы тоже в каком-то смысле. Серийный. Не дай бог перестать такое слово говорить. Не заставляйте меня беседовать на полицейские темы. Давайте поговорим, что будет другого. А для артиста это страшно потерять узнаваемость? Талант артиста уступает носу. Но если нос рассматривать отдельно, то мы поймем, артист талантив беспредельно. А вот вы лично сталкивались когда-нибудь с преступлениями? Как говорит один мой знакомый персонаж, это совсем другая история. Я ждала этого, простите. Да. Привет. Меня зовут Саша Сулим, и вы на моем канале. Это формат «Внутри», в котором мы говорим с людьми, чей жизненный опыт помогает нам лучше понять мир вокруг и стать эмоционально ближе друг к другу. Сегодня у меня в гостях Леонид Каневский. Если вы смотрите мой канал, то я с уверенностью могу сказать, что вы точно смотрели в детстве, если не росли на передаче «Следствие вели» с Леонидом Каневским. Поэтому, думаю, для вас, для всех эта встреча, этот выпуск будет особенным, как и для меня. Леонид Семенович, я вас ждала, наверное, ну, во-первых, всю жизнь. Здравствуйте. Да, много месяцев. Я знаю, что вы не ходите на Ютуб и вообще не любите. Да. Скажите, почему? Почему? Потому что, к сожалению, на Ютубе я не влияю на всякие комментарии, на всякие отзывы, на всякие сплетни, на всякие желтые сообщения. Это меня все раздражает и мне неприятно. Поэтому я не хочу оказаться в этой ситуации, что меня обсуждают люди, которых я не знаю, не люблю. Другое дело, что я люблю, когда ко мне на улице подходят молодые люди, начиная с лет 13 до 20, в основном мой зритель сейчас. Вот это более приятно, потому что я их вижу в лицо и разговариваю с ними. И они мне говорят то, что думают. А думают они позитивно, что мне нравится. Ну, я надеюсь, что наши зрители, в основном, они пишут хорошие комментарии. И под этим выпуском будут только восторги. Леонид Семенович, вас называют отцом или королем русского трукрайма. Тихо-тихо. Сначала объясните мне, что это такое. Вот. Я хотела спросить, знаете ли вы вообще такой термин «трукрайм»? Я его узнал вот перед приходом к вам. Ну, «трукрайм» вообще это жанр в документалистике, в журналистике, в подкастах. Это когда люди рассказывают о тех преступлениях, которые были совершены в реальной жизни, невыдуманные. Я понял, Сашенька. Значит, смысл моей программы, которая идет уже 18 лет, это еще до вашего рождения, по-моему, она вышла. Спасибо вам за такой комплимент. Вот. Смысл ее в... Криминал – это как зацепка для рассказа о времени. И я в этом, в этой программе, для меня важны не эти криминальные истории, которые на любом канале включаешь, и идет детектив, криминал, катастрофы, трагедии, убийства. Нет. В моей программе мне важен рассказ про время, которое происходили эти события. А время было разнообразное. Веселое, счастливое, драматическое, грустное, радостное. Время было такое. И вот я его прожил, я его знаю хорошо, поэтому, наверное, молодые люди мне верят. И смотрят мою программу именно из-за этого, а не из-за криминала. Криминалы не могут включить на любом канале. Они смотрят рассказы про время, как жили бабушки, дедушки, мамы, папы, как общались, как шутили, как ели, чем питались. Как хохмели, где гуляли, как гуляли. Вот это, понимаете, для меня это очень важно. Я думаю, что поэтому она и существует, эта программа уже 18 лет. Но, правда, исток ее забавный, потому что продюсеры позвонили мне 19 лет назад. И говорят, вот здесь такая идея, сделай такую программу с тобой. Я прискакал в Москву, значит, я был в Израиле тогда, в театре, работал в театре Гешер. И они мне рассказали всю эту историю. Отталкиваясь от моего кино, следствие ведут знатоки. Давайте скажем для зрителей, которые родились как раз-таки с вашей программой «Следствие вели» с Леонидом Каневским, что это был жутко, жутчайше популярный сериал. Первый сериал вообще на советском поле. Ну, крайне, потому что там же тоже были реальные преступления в основе. Реальнейшие. И главное, что это был рассказ о реальных людях, которые раскрывали эти преступления. И вот там было важно показать именно такого класса людей, профи, которые работали за маленькую зарплату, но отдавали всю жизнь на это. Маленький еще моментик. Не знаю, легенда это или нет, но как будто бы, когда сериал шел по телевидению, то падала преступность. По статистике, да, совершенно точно. По статистике, это реальная статистика. Реальная. Но еще, когда шел этот сериал, он шел 20 лет. Я вообще сериальщик, долгожитель сериальщик. Серийный вы тоже в каком-то смысле. Серийный, не дай бог, перестань такое слово говорить. Значит, я ездил очень много по Союзу, со встречами, с творческими, с гастролями, с театром я ездил. Что было потрясающе, где-то года через два после выхода на экраны «Следствие ведут знатоки». А мои первые годы выходили довольно часто, два-три раза в год. По три-четыре серии каждое дело было. Я встречал людей в милиции, которые, конечно, меня встречали. Были творческие встречи с милицией. Говорили, я из-за вас пошел в милицию, я из-за вас стал милиционером, я из-за вас стал следствием, я из-за вас стал сыщиком. Как здорово. Вот что было здорово, конечно. Ну, вы знаете, я думаю, что, опять же, я это произнесу не для вас, а для наших зрителей. Сериал снимался по заказу у Министерства внутренних дел тогда. Какое? «Следствие ведут знатоки»? Ну да, потому что, чтобы поднять, как бы, престиж и авторитет милиции. Это лично Щелоков его, как бы, утвердил. И что приятно, что он его смотрел внимательно, потому что в документальном фильме о нем они с женой сидят и смотрят майора Томина. И жена говорит, он симпатичный, этот Томин. Серьезно, это было в каком документальном фильме. Но самое приятное, что у меня были такие баки, если вы помните, в те годы. Через год-полтора милиционеры стали носить такие баки, и он им разрешил. Раньше было нельзя. Я же говорю, вы трендсеттер. Давайте вернемся. Вернемся. Да, как вам предложили, собственно, программу «Следствие ввели» с Леонидом Коневским. Да. Ну вот я прилетел в Москву, и мы сели вместе с продюсерами, как бы, обсуждать это, и примерно сообразили, как это должно быть. Это мой рассказ, как бы, от первого лица, прожившего это время, эти годы, и только до 90-го года, советское время. А почему решили только до 90-го? До 90-го года, как говорит один мой знакомый персонаж, это совсем другая история после 90-го года. Я ждала его, простите. Понимаешь? Потому что другое время, другая история, другие взгляды на жизнь, другие люди. И это уже будет рассказывать следующий Каневский лет через 15-20-30, понимаете? Когда это осядет, как говорится. А до 90-го года, это время, которое мы все прожили, и я его знаю замечательно, и мы, обсуждая эту историю, как бы, говорили о том, что надо рассказывать главное про время. Что такое было советское время, какое разнообразие, какие взгляды на жизнь, как люди относились друг к другу иначе, не коммерционно, не коммерционно, ну, не важно, а, понимаешь, нежнее, скажем так. Выслушивали друг друга, понимаете? Вот мне было важно именно этот рассказ про время, чего я и добился. Меня восхищает, как прародители Трукрайма искали информацию, связывались с героями и готовили материалы. Ведь у них не было возможности залезть в сеть или пробить контакты прямо из дома. Я вот не представляю, как создала бы канал без интернета и постоянной связи. К счастью, сегодня есть тариф, который объединяет все ваши потребности. Тариф 24 от МТС. В тарифе 24 доступно до 30 гигабайт мобильного интернета, которые переходят на следующий месяц. А еще оставшиеся к концу месяца минуты можно обменять на поездки на самокате МТС Юрент. В тарифе также есть МТС Музыка, которую можно слушать, не расходуя трафик. И все это по супервыгодной цене. Всего 399 рублей за первый месяц. Тариф 24 объединяет все, что вам нужно. Узнайте его стоимость со второго месяца для вашего региона на сайте МТС. Ссылку оставили в описании к этому видео. Но все-таки уже столько времени прошло. В 90-е годы там богатый материал по вашему профилю, что называется. Почему до сих пор не включили эти годы? Я в 90-м году уже уехал работать в театр Гешер в Израиль. И я пропустил главные годы олигархии и так далее. Я сейчас, допустим, где-нибудь в компании сижу. Они говорят, ну Петров, это Петров вчера был. Я говорю, кто это? Леонид Петров. Это же миллиардер. А Иванов-то не знаешь Иванова? Или нет? Как это? Это же вот в 91-м году он и это он. Вот я эти годы пропустил, к счастью. Поэтому я не знаю этого и знать не хочу. Я живу сегодня, сегодняшним днем. И общаюсь с людьми, которые мне симпатичны. И которыми я дружу. А следите ли вы за, ну скажем так, криминальной хроникой последних лет? Насколько в целом вот вы в обычной жизни интересуетесь, ну не интересуетесь, а вот так вот посматриваете на те преступления, которые совершаются? Нет, не посматриваю. Когда случайно где-то попадается какое-то событие или кто-то мне рассказывает, вот это максимум, который меня интересует в происходящем. Из всех историй, которые были записаны, я записала, что там, ну соответственно, 18 сезонов, если 18 лет. Более 600 выпусков. Выпусков. Ужас. Я не представляю. У меня около 20 пока выпусков. Я уже немножко подустала, если честно. Но вы профессионал, что тут уж говорить. Скажите, Леонид Семенович, а вот какая история или несколько историй, ну как-то вам запомнилось? Да, конечно. Есть, есть. Расскажите. Одна из историй, которую я запомнил и которая мне была очень важна, когда она появилась, я говорю, класс. Это о директоре Елисеевского магазина, о Соколое. Потому что я его знал лично. Это был потрясающий дядька. Прошедший войну, все, что с ним случилось, как говорится, его подставили, вывели на финал. Потому что было такое время, и были свои взаимоотношения, как я уже говорю, понимаешь. Но при этом его обожал весь коллектив Елисеевского магазина. Магазин был уникальный по антуражу, по снабжению, по всему. И как там обслуживали, и что это был за человек. И вот когда попалась эта история мне, у меня была главная задача, как можно четче его, как сказать, восстановить истину. Сказать о том, что он был вообще в принципе положительная личность, мощная личность, которого сломало время. Давайте расскажем, что с ним произошло. Его обвинили в экономическом преступлении, в том, что он как-то из-под полы продавал табак. Что он давал взятки, что он кормил кучу начальства и так далее. И в общем, в результате его подставили, скажем так. И в результате его расстреляли. То есть это не срок был, а высшая мера. Грустная история. Да, действительно. Вот. А еще мне очень нравились, сейчас, к сожалению, что-то не могут найти наши журналисты такого плана. История про авантюристов, про мошенников. Вот это класс. Был фальшивомонетчик. Уникальный, талантливейший человек. Его какие-то там эти самые машинки или что-то печатное до сих пор существуют. И они работают в денежной промышленности. Понимаешь? Вот. Так что вот это было интересно. Мне было самому интересно рассказывать о них, о мошенниках, о талантливых людях, которые пошли вот по этому пути. Ну, что делать? Такова жизнь. А вот вы лично сталкивались когда-нибудь с преступлениями? Как-то я пришел, мы пришли в гости к моему другу Жене Маргулису. И потом спускаемся от него уже вече, где-то в 12 ночи все. И сидит консьерж, дядька так сидит. Леонид Семенович, извините, я должен к вам обратиться. У меня украли пианино. Я его уже... Вы видите, уже все подключены. Все. Я думаю, что кроме вас его никто не найдет. Вот такая была история. Документальная история. Этот человек... Я ему большое спасибо за доверие. Но я вряд ли вам помогу. А в Комсомольске-на-Амуре мы жили в гостинице. И как-то после выступления, после творческой встречи, я был с Герочкой Мартанюком и с Гришей Лямбой, моими друзьями и коллегами, к сожалению, ушедшими. Вот. И мы... Милиционеры знали, что люблю баню. И после встречи обычно было баню. И потом все-таки застолились, и как-то они рассказывают, говорят, слушайте, мы благодаря вам тут взяли просто в законе пару человек. Как, что? Вора в законе, в смысле? Ну, конечно. Ну, конечно. Я говорю, какие вам взяли? Да как, как? Тут, понимаешь, вы живете, наверное, на третьем, а на четвертом поселились вот этот самый парень. И когда их все-таки обнаружили, их взяли, они говорят, эх, сломали нам кайф, хотели грабануть знатоков. Знаешь, какой пошел бы звон по зоне? Знатоков грабанули, а вы нас просто взяли. Ребята их предупредили эту историю. Ну, вот такая была встреча с криминалом. А так, в основном, слава богу, избежал криминалом. Интересно ли было бы вам поговорить вот с каким-то преступником? Нет. Ну, чтобы как-то понять? Нет. Потому что я очень давно работаю артистом. Такой у меня учитель был, потрясающий гениальный режиссер, Анатолий Васильевич Эфрос. И когда мы репетировали, мы искали, на чем стоит персонаж, что такое этот персонаж, кто, чем живет, чем дышит. Ну, грубо говоря, психологические разработки. И поэтому все эти вот, как бы, эти преступники, поговорить с ним и все. Зачем? Мне в общем, в принципе, ясно, что это либо маньяк, либо подлец, либо мерзавец, и все. Ну, а понять, как он пришел к этому? Пришел к этому? Нет, неинтересно. Неинтересно вообще? Нет. Ну, вот вы же о стольких рассказали в передачах. Вот вы как-то для себя сформулировали, почему появляются люди, которые чувствуют себя в праве убивать других людей? Потому что подлейшие люди, потому что лишены совести и лишены... Морали. ...добра, что ли, как-то знаю, как это определить. А потом я скажу вам, Сашка, а для чего мне выяснять, что их толкнуло на это? Их надо уничтожать, убирать из жизни, чтобы это не было горя у людей, у нормальных, и все. Ну, а как их распознать-то? Как их уничтожать, когда они уже натворили свои дела? Ну, что уж как бы это изменит? Саша, не заставляйте меня беседовать на полицейские темы. Как этого избежать? Для этого работает милиция, работают сыщики, работают оперативники. И, слава богу, работают довольно успешно, насколько я знаю. Потому что то количество дел, которые я рассказываю до 90-го года, они же все раскрыты, и как бы получили по заслугам все это бандитье. А сейчас, я думаю, происходит тоже. Очень талантливые ребята работают. Иногда, когда я встречаюсь с ними, по-моему, замечательно и с людям. Озвучивание книг – одно из моих любимейших занятий. Поэтому, когда Bookmade и Вера Богданова предложили мне поучаствовать в записи книжного сериала «Семь способов засолки душ», шансов отказать у меня не было. Слишком много было «за». Во-первых, сюжет в жанре true crime. Во-вторых, и, возможно, в главных, прекрасно написанный текст. В-третьих, сама история, наполненная загадками и неожиданными поворотами. Книжный сериал вдохновлен реальными событиями. Главным прототипом секты стала организация «Ашрам Шамбалы», которая действовала по всей России в 90-е и 2000-е годы и включала в себя десятки тысяч людей. История посвящена секте «Сияние» и ее основателю Леониду Дагаеву. Собрав коммуну, состоящую в основном из молодых девушек, Леонид превращал их отношения в абьюзивно-зависимые, подсаживал послушниц на тяжелые наркотики и заставлял принимать участие в оргиях. Многие девушки загадочным образом исчезали, а позже их находили убитыми. Дагаев давно умер, но его дело, оказывается, продолжает развиваться и привлекать все больше жертв. А обнаружила это родная дочь Леонида Дагаева – Ника. В попытке раскрыть правду, она получает зашифрованные послания и чувствует, как за ней пристально следят. Послушать аудиоверсию книжного сериала Веры Богдановой «Семь способов засолки душ» в моей озвучке вы можете в Букмейте. Букмейт – это подписной книжный сервис с доступом к более чем 250 тысячам электронных и аудиокниг. Там даже есть комиксы. Вот, посмотрите. Не забудьте ввести промокод SULIMBOOK, чтобы получить 45 дней бесплатного доступа к Букмейту. Все ссылки в описании. Леонид Семенович, скажите, пожалуйста, вот сериал, ну, один из главных, я так понимаю, в вашей карьере, фильмографии, он тогда, наверное, все-таки повысил, да, рейтинг и репутацию улучшил милиции на тот момент. А вот нужен ли такой сериал сегодня? Ну, вот нужно повышать? Хорошее кино всегда нужно. Всегда. И поэтому сериал, или это про милицию, или это сериал про бухгалтеров, но если это хороший, качественный сериал с замечательными артистами, то это замечательно, это интересно. У меня есть такой товарищ, очень хороший, близкий, Чухрай Павел. Я не видел «Вор», его старый фильм. Тут недавно посмотрел, ну, это потрясающе, понимаете. Вот, вот что. Поэтому даже про это, когда сняты талантливые, играют замечательные артисты, ты смотришь с удовольствием и с кайфом, понимаешь. Так что, конечно, если появится какой-то хороший сериал, и мне предложат роль Томина, я возьму, сыграю, с удовольствием. А если бы маньяка вам предложили сыграть? Давайте сценарий, я почитаю, я решу. Вы готовы? Ну, конечно. Пока готов, слава богу. Более 600 дел, о которых вы рассказали. Везде есть, понятно, жертвы, родители, потерявшие детей, либо просто близких людей. Как вам удается, ну, как-то не погружаться в это, стряхивать себя, вот то, о чем вы рассказываете? Я еще раз повторяю. Для меня в этой программе важен рассказ про бремя, а не про криминал. Криминал – это зацепка рассказа про время. По поводу времени. Сейчас часто обвиняют режиссеров, либо, не знаю, документалистов в том, что они романтизируют Советский Союз. С какой критикой вы сталкивались вот в свой адрес? Про романтизацию, я думаю, многие критикуют. Про, может быть, какие-то недостоверные факты, которые иногда проскакивают. Ну, вы же внимательно смотрели, следили за отзывами в последних вот 18 лет. Я не сталкивался. К счастью. А считаете ли вы, что программа романтизирует Советский Союз? Нет, не считаю. Не романтизирует, а четко отражает, как мы жили. Я просто это время прожил, и я знаю, что, как я еще раз говорю, оно было разное. Драматическое, счастливое, веселое, грустное. Все в нем было. И поэтому... Но главное, что люди относились друг к другу, ну, скажем так, нежней. Доверчивее. А как люди изменились за это время? В какую... Ну, в смысле, в какую сторону? И что такое принципиальное в них поменялось? Поменялось. Саша, давайте поговорим, чем быть другом. Скажите, пожалуйста, вот что за красота на вас надета? Лучше вы мне скажите. Это прекрасная юбка Натальи Каневской. Кто это? Неужели моя дочка? Есть такое подозрение. Так вы постоянно носите Наташкину одежду? Естественно. Бренд Натали Каневской, да? Как только я в кадре. Только в кадре? Ну, я в обычной жизни в таких красивых вещах не хожу. Скажите своим подписчицам, что надо обращаться к бренду Натали Каневских, чтобы в жизни ходить красавицами и умницами. Так есть. Вот так как вы на экране выглядите в Наташкиной одежде. Это замечательная история, потому что я это прошел с детства с ней. С ее детства. Мы как-то поехали за границу с женой. А ей было лет шесть, по-моему, Наташке. И я говорю, что тебе привезти? Сейчас. Она еще не умела писать тогда. И она нарисовала блузочку какую-то, кофточку еще, что-то. Раскрасила цвета, которые ее интересуют. И мы в Швеции находили именно эту блузочку, именно этого цвета. И все, и привозили ей то, что она заказывала. Так что это, в общем, бренд Натали Каневский у нее с детства. Как важно, когда родители поддерживают своих детей с детства. Так и рождаются артисты и другие художники. До сих пор многие люди смотрят телевизор только из-за вас. В смысле, они не смотрят ничего остальное, но вас включают. А вы смотрите вообще телевизор в обычной жизни? Да. Я смотрю «Культуру». Славу Флерковского всегда смотрю по воскресенью. Когда нет воскресенья, повторяю еще на повторе. Иногда смотрю старые какие-то фильмы, которые попадают в основном. Вот так я дружу с телевизором. Да, о, меня мой внук подсадил тут. «Леня, ты видел паук, Человек-паук или нет?» «Как нет?» «Значит, сейчас я тебя включаю». Он меня включил быстро Человек-паук-1. На следующий день говорит «Леня, я тебя включаю в Человек-паук-2». Я говорю «Давай». Короче, я смотрел два паука, Человека-паука. Пока делаем паузу мы с Микой на следующих пауков. Но вот я тоже смотрел. Вот видишь, такие, самый Человек-паук. Фантастический, конечно. Понравилось мне? Ну, смешной. А как вы получаете информацию? Ну, в смысле, там, новости, что происходит в мире, что происходит в стране. Вы читаете телеграмм. У меня большие уши. Так. И много друзей, слава богу. Так что я, в общем, знаю и слышу, что происходит в стране, в мире. И, в общем, конечно же, слежу за этим. Да, слежу. Я в курсе. Ну, то есть, ну, я не знаю, просто интересно. Вы в телеграм-каналы подписаны на телеграм-каналы? Оказывается, я подписан. Вы будете смеяться, у меня даже инстаграм есть. Мне открыла моя дочка Наташа. Это я видела, я сторис больше смотрела. Ну, да, я сам видел его, слушаю совершенно иногда, смотрю. Я, скажу честно, я не очень дружу с телеграммой, инстаграммой, все такое. Во-первых, как бы некогда. И потом это очень технологично. Но когда мне помогают в этом деле, я тоже могу его, конечно, включить, посмотреть. Ну, да, смотрю иногда. В вашем инстаграме много фото из путешествий. И я даже видела, какая-то реклама у вас была в инстаграме. То есть вы... Не ко мне, к вашей художнице по костюмам, пожалуйста. Поняла. Все фотографии, все это выходит... Наташа, Аня выставляют это, я не знаю. Я в этом... Я не умею этого делать. А что пишут вам поклонницы? Что пишут? Да, ну, комментарии, там сообщения. Мне неловко повторять. Ну, давайте. Слава Богу. Признаются в любви. Пишут хорошо, уважительно и симпатия. Во-первых, уже не очень молодые люди говорят, я вас с детства знаю. Потому что программу лет 18 лет, а до этого было еще парочку штучек 30-40 фильмов. Вот. Так что и пожилые люди. Но в основном это 13-20 лет. И говорит моя подруга и коллега, и партнерша Клара Новикова, мы играем с ней спектакль «Поздняя любовь». Кстати, не смотрели, нет? Еще нет. Хороший спектакль. Приходите. Играем его в Москве тоже. А, значит, и когда после спектакля несут цветы, как бы хлопают, аплодируют, она мне тихо говорит на ухо. Твои пионерки к тебе пошли. Несут цветы. Девочки, мальчики, молодые люди. Что, не скрою, очень приятно. А чаще всего вас узнают за какие роли или программы? Ну, сейчас, конечно, в основном из-за этой программы, потому что она каждую неделю, два раза в неделю идет по субботу-воскресенье. И, конечно, люди смотрят и привыкли. Включают. Нет, только субботу. Я только воскресенье включаю. Телевизор. То есть только вас. Такие, как бы, симпатичные слова. Но при этом иногда вспоминают и «Три мушкетеры», и «Вриллиантную руку», и детские фильмы. Я много снимался в сказках. Мне очень интересно поговорить про вашу семью, в которой вы росли, как проходило ваше детство. Вы согласны, если мы про эту тему немножечко поговорим? Ну, мою семью. Да, да, да. Про маму и папу? Да. А как же мы не согласны? Конечно, согласен. Ну, прекрасно. Хорошо. Какое воспоминание из детства для вас самое важное, или о чем вы сейчас чаще всего вспоминаете? Или о ком? Значит, когда мне было 11 лет, мы со школьным моим приятелем, Валерой таким, гуляющим по нашему району в Киеве, проходя у меня клуб МВД, он говорит, пойдем, я в драм-кружке здесь, пойдем со мной. Я говорю, пошли. Мы зашли в клуб МВД, что характерно. Обратили внимание, да? А драм-кружок занимался там Георгий Петрович. Знаете, помню. Руководил этим драм-кружком, замечательный дядька. И я вернулся домой, сказал маме с папой, я буду артистом. Мне было 11 лет. Но они и так заулыбались, конечно. Летчиком, артистом, дворником, пожарником. Но, тем не менее, я еще, значит, до, еще 6 лет их приучал к этой мысли, до 10-го класса включительно. И мама согласилась, папа еще сомневался, но мама не только согласилась, даже поехала со мной в Москву. И сопровождала меня по всем вступительным экзаменам. Она вообще потрясающая была женщина. она поддерживала нас братом во всех наших авантюрных мечтах и желаниях. Она тоже была человеком творческой профессии, да? Нет, она вообще была бухгалтер. Но папа ее забрал из консерватории в 18 лет со второго курса. вырвала ее с собой женитьбу, значит, женился на ней. Она вышла замуж за него, естественно. И все, она с тех пор не занималась. Не музыкой, не чем, но конечно, была она артистическая натура. Кстати, я думаю, что Наташка пошла в своих бабушек. Потому что и мама, и теща, мое будущее, это были потрясающие, элегантные, элегантные женщины. Одевались сногсшибательно. И молодые девчонки, я знаю, с моей мамой всегда советовали, что одеть. Когда мы после маминого ухода смотрели шкаф, ее как бы разбирали вещи, это были потрясающие красоты, наряды, элегантные, модные. Вот. Так что она была, конечно, творческий человек. Ну, а папа надеялся, что я буду технологом, фруктовщиком. Возил меня по садам, по совхозам. Я ел фрукты с деревом. Вот. Ну, где-то через год, когда уже пошли какие-то сообщения про то, что я из себя представляю, как я учусь, и потом в театре, он уже потом говорил, да, мой сын артист. И говорил, кто? Когда я уже начал сниматься, так что они меня поддержали. Мама сразу, а папа постепенно. Так что вот это я запомнил в свое детство, как я стал артистом. Вернемся еще, как вы приехали в Москву поступать. Вы были маленьким ребенком, когда началась Великая Отечественная война. И вас эвакуировали, насколько я помню, в Новокузнецк. Верно? Вот вы что-то об этом времени помните? Помню, как меня подсаживали в окно проходящий поезд, какой-то военный помогал маме. Уже шла толпа в дверь, и он меня подсаживали в окно, меня запомнил. Я запомнил вот это. И запомнил, как бабушка летом какой-то кусочек был огорода, и она там выращивала какую-то зелень и все такое. И мы с моим братом старшим и с двоюродным братом охраняли этот огород от ремесленников, которые обучились недалеко и пытались что-то забрать с огорода. Ну, это так уж. Шутливые воспоминания. Папа был с заводом, забрал нас из эвакуации в Сталинград. Когда Сталинград пободили, он там оказался и вызвал нас туда, и мы приехали в Сталинград. Вот это я помню, что я помню. 44-й год. Одна разруха. Ни одного дома. Стоял наш барак от всежития. И вокруг все разрушены дома. все. Помните ли вы, когда объявили, что Германия капитулировала и свои вот эмоции на этот счет? Мы сейчас в исторический пласт. Ну, мне интересно, ну, как бы, знаете, у вас такой опыт. Конечно, помню, как это происходило в Киеве, как это, что творилось на улицах. Вот это я помню. Но мне было 6 лет, извините, так что очень, что произвело поздно. Позднее время я не помню, я помню просто дневное время, когда это народ, счастливый народ был просто. На улицах счастливый народ. И возвращались с фронта люди. Вдвоюродный брат, прошедший всю войну, такой, Иосиф Каневский, он вернулся в 45-м, да, в 45-м концу, капитан-сапер был сапер. Вот, слава богу, живой, здоровый. Ну, было два ранения, естественно. Вот, так что я помню его, счастье его возврата, и как он делал зарядку у нас дома, он жил у нас, немного, да. После чего я сказал, я тоже буду делать зарядку, я за ним повторял. Вот. А он что-то рассказывал про то, как воевал? Нет, нет, нет. Как потом можно как-то вернуться к нормальной жизни, пережив такое, эвакуацию, виды разрушенного Сталинграда, там, я не знаю, волнение за близких, чтобы они остались живы и вернулись? Саш, когда закончилась война, это было счастье человеческое. И когда мы вернулись в Киев из эвакуации, и мама, ее взяли на работу в Министерстве Жилищного Строительства и нам дали две комнаты в коммунальной квартире, вот это было счастье, понимаете? У нас было еще двое соседей, была небольшая коммунальная квартира, у нас было две комнаты, и папа вернулся через, какой-то через год, по-моему, и тоже, что работал, ездил по всему Советскому Союзу, иногда я с ним ездил, особенно на Кавказ. Мирная жизнь, счастливая мирная жизнь была. Почему вы решили поступать в Москву? Почему в Киеве не стали поступать? Ну, потому что в Киеве был институт Карпенко-Карова театральный, и как ни обидно, и не грустно, но тогда была такая национальный отбор был немножко, и поэтому я понимал, что мне не грозит поступление в институт Карпенко-Карова, вот, и я поэтому поехал в Москву. Ну, расскажите, как вы поступили? С удовольствием. Как я поступил? Ну, во-первых, сначала я в театре Вахтангов был на гастролях в Киеве, и мамина сестра была приятельница главного администратора театра Вахтангова, Бориса Петровича Островского, и она спросила, кто набирает курс? Ну, он сказал, Вера Констрина Львова, ну, и она попросила устроить мне просмотр, и вот я в театре Леси Украинки в Киеве, на гастролях театра Вахтангова в июне, значит, да, показался, меня смотрели Вера Констрина Львова, мой худрук будущий, Шлезенгер Владимир Владимирович, мой педагог будущий, друг, скажем так, и Владимир Абрамович Этуш, и они меня пропустили сразу на третий тур в Москву, дали мне, значит, такое, но я был спокойным, потому что я знал, что я иду в театр Вахтангова, в Щукинское училище, и когда я пришел показываться, а я занимался спортом, борьбой, и мне на 10-м классе сшили костюм на выпускной вечер из коверкота такой был материал. Это что такое? Коверкот. Я не знаю, какое-то. Погуглим. Ну, такой плотный, хороший материал, костюм с плечами, все. У меня был хок такой, тогда модно было. И когда я вышел перед кафедрой читать то, что я подготовил, Борис Евгений Захал говорит, молодой человек, а сколько вам лет? Я говорю, 17. Кафедра захохотала, потому что я выглядел на лет 25. Говорили ли вы с акцентом, когда приехали в Москву? Да, я поступил в училище, значит, и на сцен речи такая Александра Ивановна Круминг сказала, значит, так, даю тебе полгода, чтобы брать акцент южный, в мягкие всякие выражения, в институт, конечно, значит, все такое, и тебе надо читать газеты, передовую, передовицу правды, любой газеты, каждое утро прочитываю до конца, вслух, слушай себя и читай вслух. Вот я это делал, я читал, передовицы, и где-то месяца через три она сказала, можешь уже не читать, все нормально. Да, еще с педагогами было симпатично, у меня со слухом не очень благополучно, хотя я пел и в кино, и на телевидении, благодаря Володе Виноградова такой вот звукорежиссер потрясающий на Мосфильме. Так вот, я пришел на вокал, такой у нас предмет в театральном училище, и Вера Александровна, Гриннер, такая педагог по вокалу, она была концертмейстер, а Сагамонян была такая полная дама, у нее на пианино лежали бутерброды, и она навела вокал, и приходили к ней следующий студент, ну, приготовимся, давайте, и ела бутерброды. Замечательная женщина, и вот в мое первое занятие, я пришел, она делает это, я пытаюсь попасть, она говорит, ну, хорошо, Леня, вы знаете что, я вас освобождаю от своих занятий, ничего страшного, я говорю, как ее звали, забыл, я прошу прощения, но я вас не освобожаю, освобождаю от своих занятий, я буду заниматься. И я занимался, сдал зачет, потом еще экзамен, и вот потом даже пел и в кино, и в программе. Ну, можете изобразить, как вы тогда говорили, например? Ну, акцент у меня был, украинский акцент, южный, гэ, мягко, ви, в институт, знаете, анекдоты замечательные, когда молодой человек встречается с девушкой, у нее уже целый год, и говорит, дорогая, я хочу знать все-таки, откуда ты родом, ну, как бы знать твою биографию, немножко, расскажи про себя. Она говорит, нет, пусть это будет для вас загадкой. вот тоже самое и я. Так что, это было для всех не загадка, понятно, откуда я родом, и поэтому я занимался, реквизировал свой акцент. Попадали ли вы когда-нибудь в некие списки артистов, которые было можно снимать, нельзя снимать, в каких-то фильмах? Что это были за списки? В те годы, значит, существовало такое, как бы, нерекомендованные артисты для положительных ролей, для отрицательных ролей, и артистов, которым категорически нельзя снимать, которых нельзя снимать. Вот я был в этом списке нерекомендованных ролей, я об этом не знал, я об этом узнал первый раз, когда на Ленфильме меня утвердили вроде, все, даже костюмы же сшили, а потом я получил письмо от режиссера с извинениями, с объяснениями, что на худсовете сказали, что они не рекомендуют снимать Каневского, майора Томина в роли в «Собаке на сене», я должен был играть, то, что потом играл Армен, мой друг, который когда узнал, что я должен был сниматься, сказал, что ты мне не сказал, я бы послал, и все такое. Ну, дело свершилось. Вот это я узнал, что они не рекомендованные. Но при этом, когда был следующий фильм, «Три мушкетера», допустим, я там играю трактирщика, Бонассье. Так вот, Юнгер Хрикевич, режиссер, я об этом узнал не от него, а от кого-то из худсовета, когда ему сказали тоже, вы знаете, мы вам не рекомендуем снимать Каневского, ну, как мы, Майор Томин, Бонассье. Он говорит, ну, он мне нужен, он мне подходит. Ну, смотрите, это на ваше усмотрение. Конечно, так что все зависело от режиссеров. Так что я был в списках нерекомендованных для отрицательных ролей, но снимался довольно много. Ощущения у вас, как будто бы, ну, больше, или они просто, может быть, более яркие, работы именно отрицательных персонажей, тем не менее. Ну, кроме Майора Томина. Ну, да, ну, а с таким лицом, с такой внешностью, положительных играть, что ли? Нет, у меня был один положительный персонаж. Весна на Одере был такой фильм. Я играл там такого разведчика, бывшего экскурсовода, вот, Аганесяна. Вот это был положительный персонаж. А потом уже знатоки. А так, в основном, все сказки детские и отрицательные персонажи. И черт побери. А, ну, это святое, это классика. Сейчас Баку это главное историческое место. Не старый город, не Девичья башня, а говорят, что экскурсия, когда экскурсия приходит, это место, где снимался бриллиантная рука. Здесь вот ходил Миронов, здесь водол, Никулин. Ну, да-да, Девичья башня, старый город, да. Но вообще это место, где снимался бриллиантная рука, а вот там есть кафе, что-то побери, там афиши. Ну, в общем, город помнит, город уважает. А в 91-м году вы поехали в Израиль по приглашению режиссера Евгения Арье основывать театр Гешер, который переводится как мост. Нет, основывать, а участвовать в создании. Когда вы оказались там, вы почувствовали себя более свободным, не знаю, более востребованным, более как-то ваша работа там была какая-то более нужная, что ли, чем в те годы, я имею в виду, в России. Ну, во-первых, почему я принял как бы такой Женин призыв и приглашение, потому что 89-90 год, вы не помните, а я помню, полупустые залы в театре, и я за Наташкой, ее встречалось дворца пионеров, потому что было опасно ходить по улицам. Такое было время забавное. И Женя мне сообщил об этом в 90-м году, что вот он такое задумал создание русскоязычного театра в Израиле, как я на это смотрю. И я практически сразу сказал вперед, я согласен, потому что мне показалось интересным. Я хорошо помнил 1963 год, Театр Ленинского Комсомола в Москве, где я проработал уже три года, с 60-х, в 63-е, и туда пришел потом Эфрос Анатолий Васильевич, главным режиссером, и мы за год сделали из среднего театра посредственного один из лучших театров в стране. То есть создали благодаря Эфросу, и мы там жили с утра до ночи в театре, новые спектакли один за другим. И мне показалось интересным в 50 лет вернуться в 63-й год создания нового дел, новой истории, нового театра. И, конечно, я подписался на это. А вы до этого были в Израиле? Или это первый раз вы поехали? Мы были до этого в Израиле вот в декабре 90-го года с концертами уже как бы в рамках будущего театра. Проехали по всей стране и битком залы, и было просто понятно, как люди соскучились по театру, по русскому искусству, по тому, к чему они привыкли. И вот с тех пор я ни разу не пожалел о том, что я сделал, что мы сделали такой выбор, потому что театр потрясающий. Мы проехали с нашим театром лучшие фестивали мира, самые престижные фестивали мира. В Америке несколько раз, в Германии, несколько раз, в Берлине, в Лондоне, несколько раз, в Свейцарии, в Вене, Австрия, ну, в общем, в Москве несколько раз. Мы играли в Амхате у Олега Павловича Табакова, и одна из билетеров, в первый наш приезд на гастроли, такая дама, пожилая, театральная билетера, говорит, вы знаете, шеф не ушел со спектакля. То есть, он обычно сидит в ложе, минут 10 посмотрит из уважения и уходит. А тут он отсидел до конца вашего спектакля. Лучший комплимент. Вы не раз говорили, что вы не эмигрировали тогда, и это, вы не считаете это эмиграцией, ну, действительно, вы вернулись, вы явно ездили в Москву, но просто вот интересно, а как адаптация проходила к новой стране все-таки? Ну, вы там довольно долго прожили, и вот там языковой барьер, все-таки культурный, это же не, ну, это сильно отличается. Со своими проблемами, конечно же, а отличается, ну, как, там есть все, поздравили все, и смешное, и веселое, и замечательные отношения дружеские, и недружеские, которые, страна объединяется, когда происходит какое-то несчастье или какая-то опять очередная военная история, то вообще я слово патриотизм понял по-настоящему в Израиле, когда приехал. Потому что, когда я увидел на машинах флажки израильские, и когда я увидел отношение людей к ситуации на границе, как все происходило, объединение, и один взгляд, и одно, ну, как бы, одно состояние души, я понял, что такое вот это патриотизм. Никто не заставляет одевать флажки на машины, нет. Хотят. Это их гордость. Вы на иврите говорите в совершенстве? Нет, на бытовом уровне, к сожалению. Но я играл на иврите все годы, и, ну, первый год, конечно, это было проблемно и сложно, и хотелось выучивать, но потом даже стали импровизировать немножко на иврите. Вот. Ну, главная была задача, чтобы партнер не сказал тебе реплику, не сказал реплику, которая нужна, а ты на нее ответил. Вот это было важно. У меня был замечательный друг, Гриша Лямпа, я уже говорил, замечательные артисты, мой друг, близкий очень. Мы играли жизнь господина де Мольера. Такой спектакль был. И он там играл персонаж, как он назывался, там была такая реплика «Эх, клавесин, клавесин, что ж ты наделал?» Там такое на иврите клавесин чем было. И вот мы играли вечер по-русски, вечер на иврите, вечер по-русски, вечер по-русски. И вот однажды он играет по-русски, мы за кулисами, жду своего выхода, и он говорит и не говорит реплику, и двигается кулисе, как по-русски Чембало, он забыл клавесину. Вот это были какие-то маленькие погрешности, но в основном мы потом играли, и даже многие израильтяне говорили, большинство из вас играет без акцентов. Вы тогда в СССР, в Москве были артистом известным. Куда бы вы ни пошли, вас везде узнают. А тут вы переезжаете в город, в страну, где люди вас не узнают. Как это так? Кто это вам сказал? О чем вы говорите? Я приехал в страну, где меня не только не узнавали, а подходили и говорили. Ко мне пришел один человек и сказал, все. Я еще сомневался, но раз я увидел вас здесь уже, тогда я понимаю, я правильно сделал, что я приехал в Удрайв. Что вы говорите? Там, когда говорят, какой там второй язык, говорят иврит. Потому что первый язык русский. Нет-нет, все там было уютно, нормально. Потом, что значит узнавали, не узнавали? Это же, знаете, такое отношение к этому слову, популярность. Это такая эфемерная история. Если ты можешь стать популярным, как сейчас один сериал, и ты уже звезда. А вот продержаться еще лет 30, 40, 50 в таком плане, как бы, известного артиста. Вот это, главное, вот эта задача, понимаешь? Поддержать этот авторитет в художественном, человеческом, понимаете? Чтобы люди не просто себя узнавали, а узнавали, понимаешь? А для артиста это страшно, потерять вот эту узнаваемость? Ну, то есть, я имею в виду не столько узнаваемость, сколько вот, как бы, ощущение, что ты все еще нужен, тебя еще помнят, смотрят. Есть страх потерять это? Страха, я когда-нибудь задумывался об этом, но просто я знаю, что многие мои коллеги говорят, это так утомляет, это вот популярно, это вот тоже подходит. Вот это вот, на 70% кокетства, потому что, я люблю, надо понимать суть этой популярности, как она есть, и через полгода, если ты не, знаете, ее нет. И люди тебя забудут с удовольствием, и потому что чего помнить, то, что не запоминается. А, конечно, это приятно, что тебя знают, помнят и продолжают хорошо относиться. И просто не делать из этого фетиша, основы. Какие театральные постановки вам запомнились больше всего за последнее время? Ну, последняя моя постановка – это «Поздняя любовь». Это по Баршевицу Зингеру, пьеса Муханьянова, такое мы с Кларой Новиковой играем, издание с Криваковским. Так случилось, что тоже давно очень играем, уже лет 15 назад Клара мне позвонила, сказала, прочитай пьесу. Я ее прочитал и сказал, вперед, мы ее должны играть. Конечно, Городничий, который, к сожалению, нынешний главный режиссер снял с репертуара «На Малой Бронной», хотя спектакль шел аншлагово, не хвастаясь говорю, можно проверить по статистике, по кассе. Все годы. Лет 6 или 7, по-моему, он шел. А вы ходили на новой постановке в театр «На Малой Бронной»? В театр «На Малой Бронной» ходили на новой постановке? Ну, вот «Богомолова» там и других. Значит, вот, и вот «Ревизор», потом был «Что еще? Какой спектакль?» Мое счастье еще было в том, мне очень повезло с партнерами. Не знаю, как им повезло ли, но мне очень повезло. Это Никулин, Гафт, Казаков, Ольга Яковлева, Коля Волков. Это, ну, просто боюсь кого-то пропустить. И Встегнеев же, и Жигарханян. Это все мои партнеры, представляете? Что это такое, что это за счастье? И поэтому в каждый какой-то спектакль или фильм с такими актерами не только помнишь, а со счастьем его вспоминаешь и проходишь какие-то сцены. С Гафтом играли «Обоститель Колобашкин», такой спектакль был. Практически на двоих. Он был гениальный артист, вообще талантищий. Такие стихи, какие эпиграммы писал, сногсшибательные. Похвастаюсь. Он, Ленька, я тут написал, написал на тебя эпиграмму. Говорю, ну, хоть Леонид дорог самому Ефросу, талант артиста уступает носу. Но если нос рассматривать отдельно, то мы поймем, артист талантлив беспредельно. Я говорю, Вадик, что такая добрая эпиграмма? Ты же, говорит, ну, старик, ну не нашел ничего в тебе такого, чтобы, знаешь, это... Он был потрясающим. После спектакля каждый раз говорил, ну, старик, ты играл, ну, это... Ты играл гениально. Ты что, говоришь, добрая эпиграмма, да? Потрясающе. Миша Казаков, мы играли Дон Жоанна. А чужие спектакли, вот что вы посмотрели, как зритель в театре интересного за последнее время? Как зритель, последнее, конечно, в театре Образцова происходит чудо. Театр становится все более и более мощным. Я посмотрел, я Образцов, Женя Цыганова, сногсшибательный. Артист, спектакль, театр. А кино смотрите, современное? Кино, вот последнее, это был «Мастер и Маргарита», посмотрели в кино. Замечательный фильм, замечательный. Это тоже артисты, режиссер вообще просто классный фильм. Расскажите, из чего вот состоят ваши дни рабочие? Ну, то есть вот чем вы заняты? Ну, вот съемки «Следствие вели». Это у меня четыре раза в месяц выходит программа, это надо снимать. Это поездки, это съемки. И спектакль свой «Играю позднюю любовь». Это антреприза. С Кларой Новикой, издание Спиваковски. Мы играем, ездим по всему Советскому Союзу. И в Москве, ну, по бывшему Советскому Союзу. Вот, так что, слава богу, занят. Занят. А как дела у Клары Новиковой? Слава богу, хорошо. Она в замечательной форме, она прекрасно выступает, в сольные концерты у нее не так часто, к сожалению, сейчас. И потом на телевидении у нее этот шлак. Вот, и играет спектакль. Хорошая драматическая актриса стала. Но в порядке, нормально, слава богу. Вот почему я еще не люблю этот вот, извините, виртуальный, да, всякий этот. Потому что про нее пишут такую чушь. Ну, типа чего? Что она брошена, что она чуть ли не в доме престарелая, что она еле ходит, что она просто, ну, мерзавца, понимаешь? Так что фиг с маслом. Она в полном порядке, она замечательно себя чувствует и прекрасно играет, замечательная артистка. Почему вы читаете эти неприятные комментарии, какие-то желтые газетенки? Ну, я фейсбук смотрю, вот это, что я читаю. Аня, у меня нет фейсбук. Я читаю у жены фейсбук, и я вечером только на она смотрю просто фейсбук, и все. Все, что я смотрю. А на кого подписаны? Кого вы там читаете? Кого читаете? Кто подписан? Ну, простите. Вы такие слова мне не говорите. Я ни на кого не подписываю. Я подписан на свою дочку, потому что, как сказать, вижу ее иногда вот в этом самом инстаграме своем. вот, и подписаны ее бренды, потому что я вижу своих коллег-актрис. Вообще это уникально. Звездные актрисы, звездные. Там, не знаю, Даша Мороз, там, кто, Лена Яковлева, встречает меня, говорит, ну, твоя, это что-то. Я иду на площадку, думаю, ну, сейчас начнется с Катюмом, все, прихожу, одеваю, класс, Наташка, она, конечно, это вот говорят такие люди. А, Сережа Гармаш тоже, говорит, Тарик. А потом еще этот был, ой, кто же, тоже из таких звездных. Говорит, Тарик, ну, это твоя, конечно, она просто пришел, одел и пошел в кадр. Так не бывает. Вот, так что, ну, и судя по вашей одежде, тоже, слава Богу. Как видите, бренд, бренд, бренд Натали Каневский, да. Мне он нравится. Вам приятно, когда коллеги посмотрят? Да, замечательно. Я вам не сказал, что вот я, она была художником в «Поздней любви», художником по костюмам, да. И вот во втором акте, я там первая хожу в такой пижаме, такой задрипанным, а во втором акте я выхожу в костюме таком элегантном, все, таком спешл зеленом, все, и в каждый раз аплодисменты. Я говорю, это не мне аплодирует, Наташка, это тебе аплодирует, это твой костюм. Есть ли какие-то роли, которые вы не сыграли и которые бы, ну, так хотели бы? Не слово о мечте. Вот сыграю, потом приду, кому скажу, Саш, помните, у меня спрашивали, что я хотел сыграть? Вот это я хотел сыграть и сыграл. Так что я боюсь сглаза. То есть вы ждете еще предложений ролей? Вы еще полны энтузиазма? Несмотря на занятость всю? А? Несмотря на всю вашу занятость, время найдется? Конечно, конечно. Я готов. Леонид Семенович, скажите, а вот за последние несколько лет, ну, два-три года, изменился ли как-то ваш круг общения? К счастью, круг общения не изменился. К несчастью, он чуть уменьшился. Но так случилось в моей жизни, что я в молодые годы дружил, у меня были мои близкие друзья старше меня на лет 10, 15, 20. Так было. И потом где-то после 50 лет, после приезда в Израил, вот так, я вдруг поймал себя на ситуации, с кем не общаюсь. Вот. И оказалось, что у меня мои ближайшие друзья младше меня как когда-то я был младше их один на 18 лет, другой на 28 лет, но мы близкие люди. И каждый раз застолье я всегда поднимаю тост за друзей. Один из главных тостов. Вот это, конечно, счастье в жизни, когда есть круг друзей и ты, как сказать, и ты в этом круге друг, ихний друг, скажем так. А вы сказали, сузился круг за последние там 2-3 года, потому что ушли люди, ну, из жизни в смысле, или они уехали, переехали и как-то вот так потерялись? Почему я в основном сейчас просто работаю в Москве, вот эти съемки, программы и спектакль, и спектакли, которые я играл в Израиле, они уже сошли с эпитуара. И вы продолжаете ездить в Израиль, ну, как бы... Конечно, У меня там квартира, да, конечно. Я это говорю, когда мне говорили, а вот как ты вот это уехать из дома, я говорю, стоп, 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 я уехал из дома домой, а из дома домой возвращаюсь сюда в Москву. И так вот, когда-то меня провожали в один из приезда в Москву, в Израиле много работал, в Израиле был, в основном жил в Израиле, где-то приехал на две недели в Москву мы приехали, и вот меня провожают, говорят, а, опять ты уезжаешь, как же ты вот бросаешь из дома, уезжаешь? Я из дома домой уезжаю, что вы мне поете трагические ноты? Домой, приехал домой, работаю, живу, общаюсь, приехал сюда, работаю, живу, общаюсь. Ну, то есть у вас два дома? Да, замечательно. А родители переехали с вами жить в Москву, когда вы здесь уже обосновались? маму потом и перевезли, когда папа ушел, я говорю, мы с братом, потому что у меня мой старший брат, он тоже вернул, переехал в Москву, он писатель замечательный, Александр Каневский, драматург, писатель, вот сейчас тоже живет в Израиле, и вот, когда папа ушел, мы маму перевели в Москву, поменяли там коммуналку на комнату в Москве, на Кирово, вот, так что она была с нами до ухода. Последние несколько лет, ну, скажем так, одни из самых, наверное, трудных за последние годы, мы проходим через события, которые, ну, больше нас и меняют жизнь очень многих людей. Скажите, пожалуйста, вот как вы, вам удается, скажем так, не унывать в эти годы? Что значит не унывать? Не унывать? Унывать можно, если ты без работы, нищий, без родных, близких, вот тогда ты унываешь. А если у тебя есть семья, дети, внуки, работа и жизнь наполненная, то, значит, почему унывать? Вы телец, как и я, кстати, как и Наталья. Телец, да. Да. У меня 11 мая, если что, у вас 2-го, я видела. Вам в этом году исполнилось 85 лет. Не обращай внимания. Хотя я думала, что вам не больше 59, если честно. Беру. Скажите, а что вы загадали на свой день рождения? Все, что я загадал и выполнил. Собрать друзей и отметить мой день рождения. Что можно загадать? Жить и радоваться. Спасибо большое. Это было интервью с Леонидом Каневским. Спасибо. А кто это? Спасибо, что досмотрели его до конца. Это для тех, кто досмотрел, потому что не все доходят. что я досмотрел его до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях только самые добрые и приятные слова для Леонида Семеновича. Если вы меня видите, всего доброго. До встречи на экране. А скажите, это была уже совсем другая история. Как вы завершаете свои выпуски? Вот что же меня заставляет говорить со слов совершенно постороннего человека? Это была та самая история, которую хотел узнать Саша про меня. До встречи. субтитры,